привет друзья с вами варчик в этом видео я вам помогу выполнить лбз на танкование лбз 2 0 1 0 принципе не важно давайте сначала определимся что нам для этого потребуется первое что нам нужно этот танк который способен танковать их в игре очень много они разных наций на разных уровнях также мы еще должны уметь на этом танке пользоваться его преимуществами нужными местами танковать как в первом моменте мы с вами видим что якобы объект 257 там который ничего не танкует но мы видим что на самом деле он танкует просто нужно уметь ну и последнее это конечно же везение везение чтобы враги не стреляли фугасами чтобы арты было меньше ну и чтобы союзники которые будут с вами на фланге либо возле вашей позиции создавали какую-то видимость деятельности чтобы враги не задавили вас ну и вы должны на каком-нибудь расстоянии находиться от врагов чтобы снаряды летели в прицеле куда попало потому что вбр то есть давайте еще раз быстро пробегимся что нам надо нам нужен танк умение на нем танковать находиться скорее всего в топе как можно меньше арты и держаться на определенном расстоянии на средней дальней дистанции для того чтобы снаряды не могли лететь четко ваши там лючки или куда-нибудь еще в этом видео будут подсказки плюс позиции для танкования от башни ну и в конце мы разберем танки которые подходят для выполнения лбз еще можно было конечно в это видео включить на каждой карте где находится направление для тяжелых танков как туда ехать и как себя на них вести но это видео получилось быть чересчур длинным и если вам очень сильно интересно и вы хотите узнать основы танкования на разных картах то я могу сделать отдельное видео получилось такое вот длинное вступление но нужно было все расставить по полочкам и в целом в этом видео каждый момент который вы увидите он взят не просто так я пересмотрел сотни реплеев на вот реплейс и в каждом из моментов которые вы видите здесь натанковано было от 6 до 20000 поэтому эти моменты взяты не просто так ну давайте уже приступим начнем мы с карты студенки это новая карта и уже просто завален весь вот реплейс этой картой если отсортировать по танкованию этой карты там просто куча навалом и все люди практически на танковывают в одном и том же месте это вот этот вот заводик посреди карты горящие разваленный в нем очень много позиций где можно натанковать здесь можно стать и за такой вот возвышенностью посередине вот просто дорожка имеет такой подъем сзади нее становитесь и танкуете от башни на низких советских там допустим танках объект 705 а или и 7 с другой стороны если вы играете за другой рез тупо симметричная дорожка точно такая же там тоже становитесь делаете то же самое если ваш танк высокий то вы можете становиться с левой стороны этой дорожки там такая вот насыпь с углем или с чем там просто становитесь за ней и танкуете от башни либо бортом если вам удобнее танковать бортом очень много просто одно и то же место с двух респал куча натанкованного также еще здесь можно немного схитрить и если ваш танк какой-нибудь там mouse или type 5 heavy можно свое лицо высунуть в сторону открытого поля из этого заводика засветиться и все будут по вам стрелять вы на танкуете тоже очень много то есть вот этот вот заводик для танкования это самое она прям очень много реплеил только из этого завода еще одна новая карта эта карта минск и здесь можно посредине карты танковать от башни со стороны города то есть с обеих сторон приезжаем высовываем свою башню и а грим врагов они по вам стреляют расстояние здесь довольно таки приличная и скорее всего они не будут вас пробивать потому что вы сюда приедете на танки с крепкой башни логично логично это реплей от меня я здесь на танковал уже не один раз ну очевидно же что чем меньше арты тем легче не надо вписать комментариях тебя здесь убьет арта если много арты сиди в городе и не вылазь танку и городе от борта на карте фьорды если у вас крепкий борт можете приехать играя за правый респ за такой вот камень на направлении с тяжелыми танками становиться здесь и танковать от борта самое что интересно что с другого респа играя за врагов то там можно играть на этой же позиции тоже либо бортом либо там есть такой спуск к воде можно там танковать от башни но почему-то с другого респа видимо не судьба потанковать и реплею там счет как-то не завезли но лично я там на льве от башни натанковывал играя через холмик почему люди так не могут я не знаю следующая позиция фьорды опять правый респ и заехал на гору можно здесь парамбовать возле скалы здесь вы будете светиться на всю команду вражескую на просто как факел будете гореть как маяк и будете освещать своими танкованиями просто половину карты самое что интересное в к 101 п натанковал в этом бою против десяток больше десяти тысяч и этот танк на самом деле очень жестко танкует я вам скажу по сути у него единственная увеземая зона это нлд а так он и ромбовать может и бортом и башней и лючок не пробивается просто жесть какая-то следующая карта это у нас монастырь казалось бы чё тут поехал на другой фланг там где есть вода стал за трупик засветился и стоишь все просто танкуешь но чаще всего там просто враги проезжают либо врагов вообще нету ну как-то так непонятно но с другого фланга с которого мы сейчас видим как левый играет через скалы танкуя башней здесь как-то чаще народ тусуется поэтому здесь чаще получается потанковать главное чтобы не было арты потому что здесь она будет закидывать прямым с другой стороны игра за другой рез подъезжая под эту же скалу можно танковать точно также от башни бывают всякие и дерзкие позиции например на карте париж человек на из 7 играя в топе против восьмерок летит просто на центр карты прячет за ступеньками свое нлд танкует кучу урона конечно же ему довольно таки сильно везет но все-таки он на танковал очень много и поехал дальше всех убивать поэтому если такой случай подвернется то почему бы и не воспользоваться еще довольно таки неплохая карта для танкования это карта рутники приезжайте на центр если отсутствует арта просто становитесь здесь на подъеме на гору и от башни танкуйте всех врагов которые находятся перед вами они вряд ли будут вас рашить потому что забоятся что сзади с полки их убьют птшки по вам еще будут стрелять тоже вражеский птс далека принципе здесь на танковать можно очень много но в этом моменте в который мы сейчас видим произошло следующее и этим тоже стоит иногда пользоваться если вы видите какой-нибудь трупик и считаете что можете выгодно за ним потанковать то занимайте трупик и танкуете спокойно от башни потому что ваш корпус будет спрятан за трупиком если у вас карта ласвель у вашего танка бронированная башня в бою нету арты вы можете спокойно ехать в ущелье как это ни странно и словить кучу непробитий в свою крепкую башню и после боя посчитать огромную циферку натанкованного урона даже тигр 2 поехал в ущелье конечно он был в топе и натанковал целых 5000 удивительно да я тоже могу иногда позволить себе поехать в ущелье но только когда все эти условия которые я перечислил будут совпадать в бою поскольку под арту ехать на небронированном танке в ущелье не имеет смысла слышали меня топ лт воды ездящие в ущелье а теперь небольшая вот секундочка везения представьте себе британскую будку 6 уровня которая просто попала в топ катается по карте стоит там где-то в кусту не поймет что происходит что и вообще делать и просто выглядывает за поворот и оказывается на этом месте натанковывает 9000 просто на одном месте натанковала 9000 просто постояла на каточке на этой вот что это вообще такое какая-то хрень это что касаемо везение и танкование все бывает иногда вот так вот просто следующая позиция подойдет каким-нибудь танкам которые хорошо так довольно таки танкует либо лбом либо ромбом это какой-нибудь в к 101 п type 4 х и витой 5 х и маус охо желательно находиться в топе на этих танках просто высовывайте сюда свое лицо я думаю с другой стороны игра за другой респ можно делать то же самое становитесь на этом мосту и танкуете тех кто стоит с другой стороны моста и танкуете тех кто находится на леднике то есть вы сразу два направления своим лицом покрываете и все в вас стреляют таким образом вы можете натанковать довольно таки много и так с позициями мы закончили конечно же все позиции я не мог сюда засунуть но сколько получилось дальше у нас идет часть видео где на фоне будут всякие маусы в разных позициях и позах на различных картах и пока маусы там в различных позах своих танкуют я хочу вам рассказать какие танки я рекомендую для выполнения лбз на танкование и какими местами они танкуют какие в них плюсы в танковании пройдемся по всем нациям начнем с советских танков у советской нации есть танки которые танкуют бортом это из 4 к в 4 ст1 он и бортом и башни танкует также еще есть ветка которая танкует башней это объект 277 т10 и ветка которая танкует бортом это из 3 он может танковать бортом и обратным ромбом объект 277 он может танковать только обратным ромбом и и всем который может танковать бортом обратным ромбом башней и жопой днищем крышей лицо маской пушкой гусеницей там это просто танк который может он может выжить там где никто не выживет и может сдохнуть на ровно вместе с одного выстрела также еще из прям танка у советов можно потанковать очень сильно на защитники если он у вас есть можно бортом ромбом обратным башне если вы выше врага стоите переходим к немцам у немцев очень сильно танкует в к 101 п это прям ромбом бортом башни там лючок не пробивается жесть особенно в топе он даже и против десяток может что-то потанковать жесткий танк также еще маус может танковать чем угодно просто лицом е-75 бортом может потанковать тапок b может потанковать бортом но его по нерфили и чё-то короче ну его впеть лучше не трогать ну и также из прям танков лев может башни потанковать ну и немного порамбовать переходим к американцам у американцев есть крайслер сочувствую вам если вы его купили он иногда танкует иногда не танкует короче у кого-то он все отбивает у меня он в силуэт бэбэш коми пробивается непонятный этот танк сами с ним разбирайтесь дальше т32 может танковать от башни т29 может танковать от башни т110 е5 иногда отчет отбивает иногда короче понерфленный какой-то танк сами с ним разбирайтесь мне кажется он уже сдох также еще от и 95 и и 3 довольно таки хорошо танкует французы могут танковать только одной веткой она не полноценная начинается с восьмого уровня на восьмом уровне кактус девятый уровень довольно таки неплохо танкует особенно в топе но у венов не хватает играть не сильно удобно но танк довольно таки жесткий десятый уровень отличается только тем что у него влд толще и все поэтому ну можно девятку выкачать и потанковать а можно вообще не качать дальше китайские танки как по мне на китайцах легче всего выполнять если у вас есть прям танк 112 он льготный и у него довольно таки жесткая лобовая броня ну и десятки тяжелые они могут немного там башни потанковать но брони там не густо китайцы не особо про броню там большие лючки иногда вы можете вообще ничего не танковать там больше про скорость дпм и про дрыны следующие британцы у британцев есть одна ветка тяжей и одна ветка пт-шек бронированных принципе конкурер и супер конкурер это жесткие танки с бронированной башней они довольно таки классные играть башни и очень хорошо танковать прикольные танчики рекомендую принципе бомба что касаемо британских пт бронированных но она попадая в топ может потанковать на расстоянии вблизи они очень легко в кастрюле пробиваются ну не знаю сами разбирать я за пять лет игры в картошку все так не и не решился это качать следующее это у нас японцы у японцев две ветки всего лишь одна из них тяжей оху в топе танкует type 4 хэви в топе танкует type 5 хэви в принципе танкует все кроме голды и фугаса в принципе такой вот расклад хотите качать и хотите нет но в принципе они до танкуют особенно в топе брони конечно у них так вот на грани в топе их вообще никто почти не пробивает а играя с десятками и в принципе в силуэт голдой куда попало пробивает поэтому это дело такое так и последняя польская ветка конечно же 9 уровень танкует от башни я очень много натанковал я недавно его выкачал и уже по 4 по 5000 несколько раз получилось вы танковать хотя довольно таки немного на нем еще сыграл и только недавно выявил в топовую с топовой башней девятка польская танкует очень хорошо через рельеф венчики там дрын большой принципе мне так понравился прикольно но специфический ездит не особо быстро он же тяжелый пушка кривоватое потому что альфа и пробитие но танкует от башни довольно таки хорошо что касаемо десятки я еще не выкачал ничего не могу вам сказать восьмерка не так сильно танкует как девятка на этом в принципе по рекомендациям танчиков я закончил мы просмотрели как маусы там и мауса подобные танки в различных позах выставляют свои лица и танкуют я надеюсь я вам помог в выполнении лбз на танкование ответил даже больше чем вы спрашивали у меня и в принципе я старался выложил все что мог поэтому надеюсь вы оцените поставите лайк напишите комментарий поделитесь этим видео со своими друзьями ну и также если вы новенький и первый раз на моем канале то подписывайтесь следите за стримами на них иногда проходит розыгрыш и прям танков ну и в конце пару моментов и стримов на которых я выполнял лбз на танкование в этих моментах еще пару позиций которые не вошли в реплей который я нашел на вот реплейс я все лбз уже выполнил и осталось только одно чтобы получить танк цель базе 20 1 экскалибур в первом моменте на карты фьорды я просто с другого респа играю от башни поскольку в реплеях я не нашел как люди натанковывают здесь от башни поэтому я вырезал из стрима и вставил сюда кусочек в следующем моменте на карте энск здесь в принципе можно стать в окно и потанковать от башни желательно чтобы была крепкая башня все просто и последняя позиция которую хотел бы я вам показать я на ней несколько раз выполнил лбз это карта промзона она переделанная и с нижнего респа просто подъезжаете до кучи с углем становитесь и танкуете от башни я выполнил здесь несколько раз лбз и очень легко танкуется потому что вы становитесь прямо напротив пт светитесь и они по вам стреляют все просто с вами был варчик играйте красиво всем пока